по его внешность среди ученых барак лауфикум возникла возногласия что значит по его внешности или же по его подобию вот этот местоимение его кому возвращается к аллаху или к адаму как правильно понять этот хадис аллах создал а дома по своему подобию то есть по подобию и же аллах создал а дома по подобию а дома самого и те ученые которые сказали что по подобию аллаха они привели в довод то что подтвердило их слова хадис посланник аллаху сам халяк аллаху адам аля сурати рахман аллах спантоль создал а дома по внешности рахмана однако этот хадис как сказали наши ученые мухадисы является недостоверным поэтому этот хадис не может быть доводом тогда вторая группа ученые сказала хорошо даже если мы оставим этот хадис мы понимаем этот хадис халяк аллаху адам аля сурати что это возвращается к всевышнему аллаху субханалтали это слабое мнение но даже те кто его придерживался кто-то сказал что калах возвращать кто-то умолчал кто-то же настаивал на том что все-таки это местоимение возвращается к адаму алиссалям и те кто сказали что она возвращается к аллаху что аллах создал адам аля сурати и что это мир мистер не означает что это говорится о подобии не значит что это говорится о подобии но есть какие-то вещи в ара кулу фигу не в самом атрибуте а какие-то внешние факторы всевышний аллах субханалтали слышащие я дома риса на случай однако всевышний аллах слышит так как подобает его величию субханна а там слышит так и подобает его человечности это барак луфикум те ученые которые зацепили за это мнение так начали истолковывать однако как мы сказали более правильное мнение барак луфикум что аллах создал а дома по его подобию его возвращается кому саму адам и что значит эти слова то что адам алиса отличался от всех созданий людей мы так появились мы появились из рук капля превратилась густок равен потом барак луфиком превратилась кусочек мудра кусочек мяса потом кусочек мяса превратился в зародыш потом зародыш вырастает потом выходит из чрева матери потом растет ребенок парень взрослый старик адам алейсалям же отличается от этого он такой не проходил он сразу же был кун фаякун будь и он стал вот это и есть смысл хадиса пророка саллаху алейхи ассалям что аллах создал адама по его подобию то есть такой какой он в отличие от всех других людей дальше посланник аллах ассаллаху алейсалям сказал слова который подтверждает мнение вторых ученых что вот это местоимение возвращается именно к дому сказал аллах создал адама по его образу то есть по образу адама 60 локтей потому что мы не можем сказать что у вас понтали 60 локтей локоть это у нас примерно 50 сантиметров 60 локтей это в районе 30 метров примерно 12 этажный дом аллах спонтали создал адама таким размером соответственно супруга у него была такая же соответственно дети у него были такие же и вот аллах вернемся к годам точно так же как и создал величину адам алисалям этот хадис кстати приведен бухари что аллах создал адама по его образу длиной 60 локтей таким же образом как аллах дал им вот такое вот огромное тело таким же образом все очень много лет в те времена вот это вот тело было дано что такое количество лет и посланник аллаха салла лаку алейхи вассалям сказал у она зала холку не дана фасун и до сих пор говорит люди уменьшается уменьшается в своем телесном образе и уменьшается в своих годах и поэтому посланник аллаха салла лаку алейхи вассалям а сказал о том что средний возраст моей общины от 60 до 70 лет барак луфикум здесь очень важный вопрос которому мы должны подходить через призму убеждений через призму ислама как говорил один из известных египетских призывающих точно так же как мы говорить смотрим иногда на мир через разноцветные очки если ты оденешь красные очки то ты видишь мир красным если однишь синие очки то видишь мир синим если смотри неж зеленые очки то видишь мир зеленым вот так же то один тяшки ислама чтобы смотреть на мир через ислам здесь барак луфикум очень важный вопрос связан с антропологией и связано с археологией мы знаем что у нас люди археологи находят большие большие кости и говорят что вот были у нас динозавры завры 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 и тогда мы же мусульмане к этому подходим намного проще зачем говорить столько вот придумывать каких-то теорий придумывать и так далее когда у нас все легко и просто аллах спантали рассказала об адаме алисалям что он был 60 локтей соответственно осел на котором он ездил не был таким как у нас если адам алисалям хотел скушать курицу у него курица соответственно была примерно как это мечи а представьте если бы это может как шибра так на зубы не попадала это курица есть но также она брать если человек суп она в 12-этажный дом вот выйти в алмату вставил к 12 этажного дома и посмотреть на какой у него должен был быть осел какая у него дома была кошка какая у него была дома собака каких он дома курей разводил так или не так уже будет все легко предельно ясно а то что в наше время находят кости а потом начинаю придумать что-то баррик лауфикум рассказывает нам анекдоты теория дарвина мы все изучали и серьезно но это анекдот говорит теория дарвина гласит о чем что жираф шея жирафа была подобна шеи собаки жираф подошел к кусту и потянул шею чтобы достать что-то из куста тянул 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 у него родился ребенок у которого шея стала чуть длиньше второе поколение шеи чуть длиньше третье поколение шеи чуть длиньше и пока не получился жираф с двух или трехметровой шеи это сказки детям перед сном надо рассказывать говорят о человеке что он был одноклеточная амеба который плавала в воде потом это амеба превратилась пиявку потом пиявка в жабу потом жаба в ящерицу потом вывесла на землю потом превратилась что-то что-то что пока не в обезьяны потом обезьяна у них братья теория дарвина от мелкого великом нам же послание колоссал сам говорит что ва мазал аль-харку ятанакасун и до сегодняшнего дня люди уменьшаются так нам верить этому безбожнику дарвину и не верить тому о ком сказал сам всевышний аллах спонталя ва маян тихо нильхаван он ничего от себя не говорит ингуа или вахью юха поистине это только знамение которое посылается посланник аллах соуса мы не говорим что такие динозавр не может быть действительно был какой-то хайван похож на динозавр но братья мы должны верить что адам алиссалям был осел была собака и так далее там подобно соответственно его размером да может быть были обезьяны в его времена мартышки потому что если мы бегаем мартышка рядом с нам такая бегает правильно же она же маленькая то есть примерно то есть там всем если у тебя рост метр восемь мартышка где-то средний 15 10 раз меньше тебя то есть сиадам алиссалям был 30 метров здесь сразу трехметровый находит трехметровый скелет мартышки и как вот это и есть первый про отец который потом выпрямился видите как смешно а братья я вот уверен что до сегодняшнего многие из вас это серьезно воспринимали это называется мудхика туль макия то что заставляет смеяться в тот же момент заставляет нас плакать до чего нас одурили до чего нас обманули до чего из нас сделали без разумных вообще каких-то тварей то что мы не мыслим своим мозгами то что мы смотрим на мир не через очки как говорится не через призму ислама ислам субханалталь нам говорит аллах спонтально через прокса нам рассказал что вам азали хаку это люди уменьшается а дарвин говорит люди уведничивается барак луфиком поэтому когда нам рассказывают эти анекдоты извините за грубость и говорят четыре миллиарда пять миллиардов лет назад был мощный взрыв галактики и субханалла сейчас мы выезжаем куда-нибудь горы субханалла какая красота субханалла какая природа субханалла какие горы аллаху акбар какая река братья установите дома себе взрыв в сарае взорви и потом посмотреть реки красивых горы получится красивым или все сгорит и все как можно сказать что после взрыва вот такая вот прелесть вот такая вот красота который сводит человека с ума произошла после взрыва аллаху акбар и поэтому братья это не просто так что большинство вот этих вот ученых безбожник еретики если вы посмотрите на большинство этих астрологи антропологи и тому подобное которые дать о создании человека и бежать где они большинство безбожники которые не верят в аллаху акбару не верит судно день верующие мусульмане смотрят на всю изучая куран и сунна поэтому многие вещи мы понимаем почему не понимать потому что мы не изучаем куран и судно когда нам говорят 5 миллиардов лет назад был взрыв и тогда а москва наталья говорит куране маша мухарь по самоватю валь арды он охрана фуси я не сделал свидетелями сотворение небес и земли и не сделать видеть сотворение их самих люди не видели как они появлялись барак лауфиков как они после этого могут утверждать и поэтому все это называется как теория поэтому это все показать теории а теорию любую можно опровергнуть если в этой теории нету основы куран и сунна и тут мы видим заблуждение тех людей которые наше время это как харун яхья и подобным который барак лауфик он берут эти теории подгоняет под куран и сумма находит нечто похожее и подгоняет под куран и сумма нет братья наши праведные предшественники не толковали так куран и сумма и поэтому если той или иной теории придет крах а мы знаем что постоянно мы сушим крах той теории край второй крах третьей теории получается будет крах куран и сумме тот человек который говорит о том что саба асамоват 7 небес король я что это слои нашей атмосферы стратосфера атмосферой там подобно то есть до орбиты у него 7 небес кончается эти люди барак лауфиком подобный тем о ком сказал всевышний они не дали всевышнему аллаху должную оценку вся земля всего лишь будет пригоршены в его правой руке а эти люди говорят что всем небес кончается барак лауфиком орбиты посланник аллаху если посмотреть на этот вопрос через сумму посланник аллаху алей салям рассказал о том что когда они поднимались джибриль амали салям и дошли до первого неба джибриль постучал ворота джибриль они пустили а гагарин куда-сюда за орбиту вылетел а джибриль а споку мухаммадом не пустили они постучали спросили кто сказал я джибриль с мухаммадом и к нему было послана задали да сказал проходить они прошли и так второй этап 3 так 4 до самого седьмого неба каждый раз были а булаву сама были варку фигур двери каждом небе а эти люди от того что они варку лауфиком просто-напросто аллаху алим их намерение но в как это выглядит это просто шоу-бизнес называется шоу-бизнес красивый журнал яркие фильмы цветные фильмы детские книжки и все это под лозунгом ислама чтобы большие большие деньги на этом зарабатывать до бережет нас всевышнего вас по наталии да укажет он нам прямой путь и поэтому бараку лауфиком как мы сказали если смотреть на призму ислама во